Всем привет, друзья! На этом видео хочу сделать обзор на такой девайс для охоты на водоплавающую птицу. Это стол для охоты с подружейной собакой. Для охоты в тех условиях, где есть вода. Этим столом мы пользовались с другом весь прошлый 2017 сезон. Единственное, что в основном конец года это были осенние охоты на утку. Ну а этот 2018 год, соответственно, попробуем использовать его на весенней охоте, если на то будут располагать условия. Значит, этот стол я заказывал с Кобеласа. Здесь, в России, я не нашел аналогов, не смог подобрать какой-то другой столик, карповый, туристический, чтобы как-то его сколхозить под стол для собаки. Пришлось заказывать его оттуда. Стол фирмы Pandit. Это известная американская фирма, которая производит товары для охоты на водоплавающую птицу. Ну вот, соответственно, этой фирмы стол. Я думаю, есть и другие столы подобные. Думаю, что они не сильно будут отличаться друг от дружки. Просто был этот стол конкретно, его сначала Юра заказал, потом, соответственно, заказали еще два стола мы. Значит, стол этот выполнен полностью из алюминия, покрашен порошковой краской. Значит, в каких условиях, немножко отвлекусь от обзора, в каких условиях этот стол можно использовать? В первую очередь, там, где собака стоит на грани. То есть, стоит и вода у нее, скажем, выше груди. Там, где вода холодная, соответственно, собака, чтобы не перемерзала, она может сидеть на этом столике. И, ну, там, где уровень, соответственно, высокий. И плюс, если долгая охота идет, собаке некомфортно стоять в воде, там, часа 3-4, допустим. Даже если воды мало, ей удобнее стоять на этом столике. Плюс на этот столик можно положить какие-то свои вещи на край стола, там, часть боеприпасов. Переприпасов, скажем, ружье облокотить сюда, там, что-то сделать, переодеться, например, или, наоборот, утеплиться. Ну, в общем, применений у этого столика много. Также этот столик мы используем как туристический. После охоты приносим влаги, ставим, накрываем его мешком с аллофаном и либо разделываем птицу на нем, на этом столе, либо кушаем с него. Ну, опять же, накрыт стол с катеркой, и, в принципе, он чистый. Помимо, верхняя часть стола выполнена из пластика такого. Скорее всего, это пластик, обшитый тканью. Камуфляж Макс 5. Вот такой логотип банды. Вот такой вот камуфляж. Они есть однотонные, но камуфляж просто смотрится красивее. Значит, с одной стороны у стола есть ремень для переноски его в сложенном виде, а с другой стороны стола есть просто ручка для перегрузки его где-то на месте. Ножки регулируются по вылету, по длине. Я сейчас вам это покажу, как делать. Значит, есть тросики, которые скрепляют шплинты. То есть, нет возможности что-то уронить в воду и потерять. Значит, стол этот весит 5,5 килограмм. В принципе, для алюминия. Тут алюминий достаточно прочный, толстый. Примерно даже, не знаю, миллиметра 3, наверное, алюминий. Если экспериментировать не буду, но уверен, что этот стол выдержит и меня. Дело в том, что сама фишка этого стола, что он очень стоит, очень плотно стоит. И во время прыжка собаки на этот стол он не шатается и не разбалтывается. А если он еще уходит немного в грунт, в ил или в залитое поле, вы на поле стоите, то он вообще становится монолитом. Доходит он в ил до вот этих вот поперечин на ножках. Ножки не регулируются по длине, я имею ввиду, каждая ножка от отдельности. Только пары, пары регулируются. И доходит вот где-то сантиметров 10, может воткнуться в, ну или в грунт, в какой-то там ни было. Сейчас он стоит на минимальной высоте. Минимальная его высота от пола, сейчас я скажу вам рулеткой, это 67 сантиметров. То есть 67 сантиметров, это его минимальная высота. Вот. У меня собака здесь ходит. Леди, дядь, дядь, место. Давай, место. Вперед. Молодец. Ну, в общем, она с легкостью запрыгивает. Было проверено, она запрыгивает и в воде. У меня есть кадры. Если они сохранились, я сейчас их вставлю здесь в ролик и продолжу дальше разговор, да? Вот так выглядит этот стол в действии. В принципе, видео в интернете много. Собака подает утку. Here, lady. Here, here. Давай, молодец. Давай, место. Все. И спокойно стоит на этом столике. Столик сейчас на максимально, вернее, на минимально низкой высоте стоит. Возможный. Ножки у нее не подняты. То есть еще глубже можно теоретически поставить его где-то рядом с лодкой. Вот. Тем самым собака будет, ну, отряхиваться вне лодки. И сейчас она не стоит здесь, не мерзнет в воде. А спокойно сидит на этом, на своем месте. Вот такой вот стол для охотников. Ну, 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 ну. Будет еще, будет еще. Хорош. Для охотников с собакой, на водоплавающую, с лабрадорами, там, с другими подружейными собаками. Это очень удобно. Сочетание с этим столом. Сидень. Так что, выбирайте. Смотрите. Рекомендуем. Собака совершенно не приучена была к этому столу, но приучилась буквально за одну охоту. То есть, даже не то, что за одну охоту, за первые две подачи. Когда я ей показал, что можно не стоять в воде, запрыгнуть на этот стол, она сама стала запрыгивать и, собственно, спрыгивать. Единственное, нужно немножко потренировать выдержку, чтобы она не срывалась без команды на подачу. Да? Ты можешь? Лезай. Вперед. Не хочешь? Вперед. Здесь на кафеле, на ламинате не очень удобно и прыгать, и стол здесь ездит. Сейчас я разберу ножки, выдвину на максимальный вылет, и мы посмотрим, насколько максимально он может высоко стоять. Значит, шплинты, как я вам говорил, они, если при падении, подстрахованы тросиком, то есть они не упадут никуда. Так, так, то есть вот, собственно, есть раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть вариантов подбора по высоте. Сразу поставлю на максимальный и покажу вам, какая высота у него будет при максимальной постановке. В высоту, то есть вот она, высота этого стола, сколько я говорил, шестьдесят семь, по-моему, было в минимальном расположении. Теперь девяносто три, девяносто три сантиметра, то есть вот он, по пояс. Представляете, что вы стоите в вейдерсах, ну, вот на такой высоте в вейдерсах, стол стоит у вас рядом, можно, ну, на границе, к примеру, с водой, под водой, не знаю. При этом собака стоит на твердом, там ее зашиворот взял, затащил сюда. Размеры поверхности стола, значит, шестьдесят два на шестьдесят шесть, ну, практически квадрат. Два на шестьдесят шесть, углы скруглены, здесь у них материал и верхняя поверхность приклепана. В принципе, он весь сделан на заклепках, есть раскосы, откосы, так скажем. Не знаю, на такую высоту, наверное, он у него вряд ли запрыгнет. Можешь запрыгнуть, Лидия? Кирик, давай, подсажу тебя, давай, 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 вперед, давай, вперед, давай, вперед. Да, не тренировал я ее, конечно, запрыгнуть на такую высоту, но все равно немножко она стремается. Да, Лидия? Ну, в общем, вот такой вот стол для охоты на водоплавающую, да, спасибо мне, говоришь. Найдет, я думаю, применение, тем более мы уже прошлый сезон осенью шикарно с ним поохотились, с этим столом. Собака вообще чувствовала себя очень хорошо. Не подлизывайся. Вот, посмотрим, может быть, найдем применение на весенней охоте, хотя у нас в основном охота на полях. Редко, когда мы там какие-то лужи, разливы близко выбираем, охотимся в полный рост. Скорее всего, это охота где-то как вот утина охота в камышах, где-то в затопленных кустах. Вот, конечно, если идти на селезня, то, в принципе, как бы удобно с ним будет. Рудил шалаш какой-то, поставил этот стул, я думаю, вполне себе будет нормально, да, леди? Ну, вот на этом, наверное, закончим обзор этого видео. Еще я выпущу один ролик по улучшению, скажем, нашего охотничьего быта, именно в плане собаки. Это скородок для леди, ну, вообще для собаки, который ставится в поле. Именно скородок-будка, так называемый треугольный автомат, который расстегнул и разложился. Очень удобный, и она к нему тоже уже привыкает. Я ее потихоньку тренирую, приучаю к этому скородку. Ну, и мы будем, наверное, на весенней охоте больше всего пользоваться. Поэтому надеюсь, что мой обзор был для вас полезен. Вы узнали, увидели, что это за стол, для чего он нужен. И я думаю, вы сможете определиться. Ну, или сделать подобное. Я, например, не стал заморачиваться делать, там, так вот вышло. Поэтому подписывайтесь на мой канал. Дальше будет интересно. Всем пока. Пока, по вашей лапе. Пока. Вперед. Ну, что, не спрыгнет, что ли? Вперед. И что? Снимать, куда? Шкура. Да, я еще забыл показать, как этот стол выглядит в походном виде. Значит, чтобы его собрать, нужно вот эти вот части, раскосы, отщелкнуть вовнутрь, с четырех углов. Сложить одну половинку сюда. Одну сюда. Все. Стол собран. И здесь есть такие вот две липучки. Залепил. И все. Стол находится в походном положении. То есть, заброска где-то на водоем. На плече происходит перегрузка. Либо за этот ремешок транспортировка, либо за этот ремешок, за короткий. Собственно, вот он так выглядит в походном положении. Место занимает немного, удобно перевезти в машине на дно, положил, соответственно, вещами заложил. Ну, собственно, как обычный столик. На этом все. Пока.